Спустя год после основания программы Утро на НСИ не только Игорь пришел в качестве ведущего, но и человек, который находится в нашей студии, это Олег Буря. Доброе утро, Олег! Доброе утро! Было с основания самой программы. Множество вопросов к тебе. Ну, практически. Насколько я знаю, он работал примерно тоже через год после ее начала, как и Игорь. Да, да. То есть, собственно, шесть лет назад он начал здесь. Ну, не я один, а я вместе спал в паре с Аней Красношапкой. Которую мы видели в сюжете, даже передавала привет. Да, да, она просто замечательна, поэтому в этой же студии мы работали. Но студия, конечно, сильно поменялась, по-другому стала располагаться, но очень круто. Красивее стало, ярче. Да, и да, наверное, да, что-то еще пока не посмотрел, только забежал. Ну, да, по-другому, по-другому, да. Сейчас, в принципе, Олег до сих пор в сфере мероприятий, сейчас ведущий, но радиоведущий, голос твой мы слушаем на радиоволне. Ну, расскажи вот те воспоминания, вот, что для тебя было трудным, потому что прийти ведущим на телеканал. Я, да, я сам и из радио, и человек радио, для меня телевидение, безусловно, это картинка. А картинка, это надо уметь выглядеть, уметь хорошо, уметь, не знаю, там, наряжаться. Для меня это была самая большая проблема, потому что на радио ты можешь работать с чем угодно и как угодно. Пить чай. Сейчас секреты будут рассказывать Олегу. А здесь вот так вот просто чай не попьешь, тут надо уметь работать, да, поэтому телевидение для меня, конечно, была такая, ну, хорошая школа. У меня вот вопрос, я как кастингующийся сейчас в данную программу, у меня вот к тебе такой же вопрос. Вот какой был кастинг, как ты его прошел, какие эмоции и сложности ты получил? Сейчас, что есть секрет, она, по-моему, говорит, сейчас, что есть секрет, Олег? Да, такой провокационный вопрос. Как я попал на телевидение? Я попал без кастинга. Класс. Ну, может быть, не, почему? А может быть, набирали просто, он говорит, я хочу работать. Нет, в принципе, говорю, ведение утренней программы, это немножко радиоэфир. Это все идет в прямом эфире, это так же, как ты говоришь, когда не о чем говорить, и мне позвонили, мне ВКонтакте написали, приходите, делайте тракт и через неделю в эфире. Классно, так было, представляешь, Олег, это не то, что мы с тобой тут по-моему ведем, но это было начало. В пять этапов, начало, просто утро и сей, начало, новый фильм, не пропусти. Прикольно, кстати, надо бы фильм снять про это. Ну, а вот сейчас, спустя много лет, есть желание как-то вернуться на телевидение? Нет, я говорю, что телек, это картинка, за которой надо следить, смотреть. Мне кайфово сейчас, но это было, я вспоминал, вчера мне позвонили с телеканала НС, я вспомнил, какие классные коллеги меня окружали, которые сейчас работают в телекомпании. И я еще раз хочу сказать огромное спасибо Ане Красношапка, ведение в паре, это очень многое значит, потому что, не знаю, как сейчас, пары меняются, да? Сейчас вообще тройки у нас. Тройки, да? Тройки, да, вон Игорь Костюнков, кстати, вон там, помнишь его? Нет, мы не попали, да, 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 очень важно работать в паре, потому что, когда ты работаешь с кем-то в паре, это такая вот поддержка должна быть. Поэтому Анечка Красношапка, огромный привет, какая камера? Я не помню, вот четвертая, да, Анечка, я люблю тебя безумно, привет тебе в деревню, поэтому обязательно увидимся. Вкусный борщ у тебя. Прошу, пожалуйста, вот какой-нибудь яркий момент или яркий гость какой-нибудь, вот остался в памяти? Я, кстати, когда ехал, вспоминал яркие моменты, самый яркий момент, это был, когда есть мультик, да, это самая долгая пауза, сейчас тоже она есть, да? Да. Здесь, да, когда мы уходим, там, посудилам, куда, да, и, значит, начинается эфир, вот, мы где-то здесь сидели, и эфир начался, я опоздал, Аня уже сидит на месте, мое место было здесь, и мне нужно было как-то попасть сюда, и что мне, говорит режиссер, говорит, вставай на карачки и ползи, вот, и я, получается, за диваном, чтобы не попасть в кадр, причем диван был немножко повыше, Да-да-да, я помню диван, и все, и мы, получается, и я, получается, туда пробежал, на коленочках, сюда присел, все, я попал в кадр Это круто, классно А гости тоже были прикольные, из гостей, запоминающихся, какие-то были ансамбли казачьи, мы даже танцевали, помню, просто была такая программа, она еще, может быть, не такая, не сформировавшаяся была, и было такого, что, помню, мы с ведущей новостей, просто Аня, Аня ведущая новостей тоже, сейчас она в Питере, кажется, живет, вот, мы вставали и танцевали То есть, это был, ну, то есть, был такой прям раздрайв, как сейчас, наверное Сейчас-то, да, сейчас мы и так же любители потанцевать, подвигаться и попеть Хорошо, хоть на карачках не бегаем Сократили нам такую возможность Да, все, порастали, мебели много появилось Да, 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 очень сложно Но программа уникальная, в том плане, что это все-таки, она вещает на такой большой регион Это с Минусинска, там, с Шуринского до Норильска И я говорю, что вот сам охват, ни один регион России, наверное, может похвастаться таким вот большим охватом программы Поэтому это, конечно, прям краевое телевидение из краевого телевидения А скажи, пожалуйста, тебе как-то вот на пользу пошла работа? Вот, как твоя жизнь сложилась после телевидения? В принципе, как она и была, так она и есть Да, но я говорю, что, может быть, стало, да, чуточку узнаваемости там где-то, да Ну, а так, конечно, это классная школа телевидения Ну, мы хотим с удовольствием тебя пригласить на наш день рождения, который пройдет 3 сентября в Платиновом арене Приходи, потому что ты также участник вот этой программы Ну, я даже не сказал, вы часть, ты просто участник, а часть жизни этой большой программы У нас о студии Олег Буря, да, человек, который был у основания программы «Утро на Енисея», который вел эфиры вместе с Аней Красношапка Аня тоже передавала привет как раз Мы благодарим тебя, спасибо тебе за то настроение, которое ты создавал и сейчас за сих пор создаешь, как радиоведущий Спасибо вам, я вас поздравляю с наступающим днем рождения Спасибо, спасибо Желаю вам таких же ярких эфиров, у вас замечательная студия, замечательная команда Поэтому рейтингов, зрители, кстати, зрители офигенские, зрители самые классные, поэтому им огромный привет, кто помнит Поэтому я тоже всегда вспоминаю Спасибо тебе, спасибо Мы благодарим, да, благодарим тебя Благодарим, но